Противоположно локти. Противоположен руками. На себя резко. Раз. Раз. Да, правильно. Теперь поменяю руки. Местами. Насколько раз делаем. Один раз довести, а потом делаем. Довести. Потом делаем. Почему-то вот в руки. Мне очень приятно вот здесь. Вот именно здесь. Ничего не поделаешь. Там тоже ребра стыкуются, и они тоже могут при этом движении хрустнуть, расцениваться. А теперь как? А теперь... Еще раз учебу смотришь. Подвижнёмся. Татьяна, ты смотришь? Да. Лопатки. Нет, ты сам ничего не делаешь. Ничего, расслабь. Расслабь плечи. Вот. Смотри, лопатки мы ему сводим назад. Чтобы они лучше сошлись, попросите посмотреть в потолок. Видишь, там пучки положили. Опа. У меня шпучка. Звердочками жидкости. Опа. Ну, в принципе, у гибких девушек у них даже вот стыкуются вот так вот, тыльные стороны ладони. А что это стягивается? Передняя грудная мышца вот эти? Передняя и сзади. А сзади что? Смотрите, когда мы делаем вот пока гимнастику, мы все упражнения там такие. Вот как будто вы отжимаетесь и лопатками сами себе вот этот позвонок вправляете. Вот лопатки сходятся. В гимнастике человек делает это сам себе, а тут вы за нему делаете то же самое. Да, попробуй состыковать от ладони. Вот, ты смотри, у него лопатки на одном уровне, на одном. Ну, только здесь поменьше чуть-чуть. Здесь поменьше чуть-чуть. Здесь поменьше чуть-чуть. Сейчас это нашу. Не том себе. Озиняй. Да, нормально. Нормально, симметрично. Хотя вот это вот все плечо почему-то выше все. Потому что у него включится ломаная. А, включится ломаная, да? То же самое можно и спереди соединиться. И так же спереди, ниже, на уровне пункта. Вот, и смотрите, плечо выше-ниже и вот эти вот симметрии, да, промежутков пустых должна быть ровная. Да. Что, ровная? Да, ровная. Да, ровная. Под правой по не помню. Это еще выше такое. Да, ну, у тебя такие особенности организма повел. Это нормально. Ну, после травмы такие. Это травмы. Это травмы. Это травмы, понимаете? Причем, это выше. Смотри, что... Не, ну здесь как бы... Еще срезали маниасом. Маниасом? Маниасом? Да. Ну, здесь же только кость как бы. Это уже не идет ровно. Ну, главное повернуть, заходить. Все, движемся себе. Нету вот этого. Дельты нету. Дельтеринная мышца. Там крепится сверху. Ну, она есть. Подожди. Так это получается, будто этой нету, что тебе может? Да. Вот здесь сверху. Ну, не полностью. Не полностью. Там несколько минут. Бывают разные случаи. Ко мне приходил человек. У него ночью, представляется, спал ночью. А он такой качок. Здесь накачиваем. Такими мышцами. Такими буграми. Не дерну 10 раз. Алло. Слушай, я поскорее столько с тобой. Возьми надели. Да, это я. Ага. Потом уже. Угу. Так можно лучше быть? У тебя в руку. Здесь еда. Возьми на что-то. У тебя в первый росточку? А, нет, нет. Мне не надо уже. Спасибо. Нет, я не попал. Будет свет. Да, ладно. До свидания. Правильно, что свет включили. Значит, во сне люди себя настолько не контролируют, что они жуют свои собственные зубы, прикусывают язык. Причем иногда так сводят челюсти, что аж зубы крошатся. Представляете? А он такой накачанный. С такими мышцами. Такой брутальной. Потом вдруг приходят ко мне и говорят, вот, поправь мне ее. У него, представляете, одна рука взвернулась и похудела. Клечо сразу в два раза худее, чем это стало. Оказывается, он когда спит, он спит на животе и рука вот так вот. И, видимо, во сне что-то так его сильно замкнуло, что аж мышцы порвались. Представляете? Настолько порвались мышцы, я стал щупать, они у него скрутились. Здесь. Ничего не сшивали? Ну, надо было бы сшить, но прошло уже три месяца, он все что-то никак теряется, боится, хочет. Сшьют хорошо только в Германию. Поехали в Германию. Там уже сшивать нечего? Может, не рассосется? Там уже... нет, не рассосется прям, команда такой. Ну, я не знаю, в общем, теперь что с ним делать. Конечно, надо сшить, с мышцами ничего не сделаешь. Ну, вот плечо развернуло, потому что здесь я не ослаблю. не, наоборот. А, у него сзади порвались, сзади порвались. То есть, тут осталось натяжение мышечное, а тут даже слабо. Поэтому плечо прям развернуло конкретно. на 90 градусов и так, ну, хотим, представляете. Вот интересно, там уже вот эта вот проверка, когда есть, да, вот тоже. Вот у меня, например, мне сказали, что у меня какая-то здесь мышца была порвала. Поэтому у меня вот в эту сторону меньше конструктора. Здесь вот все нормально. Она не лопает, она была трава. Не порвала, не порвала. Да, она умная. Получается. Получается, да. Вот как проверка, да, смотрите. Обязательно, я в душе всегда это делаю. Обязательно смотрите, чтобы у вас симметрично стыковали свои руки в эту сторону и обратно. Такое самое получается. Вот у меня в эту сторону. Получается, да. До старости. Надо, даже старость, постоянно тренироваться. Обязательно соединяйте эти руки в эту сторону. А почему? Это, опять же, упражнение. Это то же самое против скоростного. Хотя, да, во мне грустного два раза. Когда так делали, да? Да, сейчас. Вот, опять же, есть упражнение всевозможное. Как ты сказала? Вот такой вот полотенце можно. То же самое против сколиоза, когда вы берете с полотенцем, да, или с палочкой. Гуки назад заводите. Суставы. Плечевые. И плечевые, и между лопаток. И вот так. И вот так. То же самое, когда вы берете человека. Ну, давай тебя возьмем. Человек. 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 Давай возвращаемся вот так. Локти сожми. Согни. Так? Ну, выстави назад. Согни, но выстави. Вот так мы ее берем. Да? Пойдем. На тренировку. На тренировку, да. Восточный набор. Сейчас. Поясни. Ну, я просто большой для тебя, да? Ну, хорошо. Вот, видишь, во-первых, я свою поясницу могу помассировать вот так. Во-вторых, растягиваю позвоночник. И в-третьих, соединяю лопатки. Видите? Три в одном. Опускаем медленно. Опускаем медленно. Опускаем медленно. У меня здесь мышцы очень не тянутся. Потянули, да? Не тянутся. Ну, в принципе, понравилось, да, что тут растягиваете? Ну, да. Попробуйте друг на друге сейчас, в принципе. Я на тебе. На мне? Или ты меня? Или я тебя? Или я тебя? Давай, это меня. Ну, ты не можешь. Уже тебя никто не может? Давай, ты не так. На баланс. А ну-ка. Ну, тут не важно. Можно? А, чем хорошее упражнение, по очереди сразу берете. Сначала один другого. Не спеши. Не спеши, я с тобой. О, сразу хрустит. Можете повышать немножко, да? Для этого холода. Угу. 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 Спеши. Положай меня в голову. А мы еще пошли прослабили. Коры. А что ты напрягаешься? Нет, мне просто болезнь. Где болезнь? Поясницы болезнь? Вот они делают маленькие, большие. О, да. А еще раз можно? А еще раз можно? Вес в два раза больше? Так повторно. А сама по меня тоже. И на меня. Ну, здесь вот такая вытяжка. Надо, чтобы мне легче на нее лечь. Давай. Нет, я на тебя. Слышали? Да. Ну, посмотрите. Вот есть вытяжка, да? А еще есть вот такое упражнение. Не надо. Ходит. Чуть-чуть я покажу. Вот этой частью запястья, точнее предплечье, удобно укладываетесь, да? Под позвонки. И таким прокатом маленькие вот такие вот движения совершаете до вверх. Видно? Вот еще раз. То есть сейчас мы что делали? Мы просто тянули, да? И уже было хорошо. Но если как-то острее зажимы, больше, да? Сегмент позвоночный. Тут. На выдохе. Вот еще. Вот такие прокатки делали. Вот. Такое бывает. Вспомнили? Так что такого большого тоже можно. Тоже можно, да. Взять. Можно, можно, не бойтесь. У меня один там мастер, надей богу, как ты, размера, он меня вообще взял вот так вот за руки и крутил вот так вот два раза, представляешь? Два раза крутолну. Снизу. Как он меня поднял, я вообще не представляю. Ну, там центр тяжести смещается. Да. И так на себя чуть-чуть натягиваю ее. Вражение, конечно, не очень звучит. На тени ее, на себя как следует. А еще вот этим попробуй такое обращаться на валик такой. Раз. Тут поднимать особо не надо. Надо валик делать так просто раз, раз, выше вот сюда. Еще выше, еще. Вот сюда. Так и не проявляй. Я не проявляю. И еще, смотрите. Вот когда человек стоит, лицом ко мне теперь. Смотри, руки у меня на шею выкладывают, замок-замок. Вот. А сам упустясь вниз. Вот он опустился. Видите? А я теперь ему отдавлю вот в эту сторону. Так вот, раз, два. Три. Лопатки. Обить. Стараюсь пройти как можно глубже по лопатку. В обратную сторону. А с теми? В обратную от спины? Нет. От себя. От себя в ту сторону. От себя в ту сторону. А теперь ты ему тоже самое делай. Лордоз таким образом исправляем. Давайте пройти мне. Вниз дай, вниз. Вниз и на себя. На себя? На себя. Вот так, да. Вот так. Лордоз. Лордоз. Давай возьмем швитак вот за тебя. Вот. Отлично. Все. О, какой хруст. Слышали? Да. Вот и потренировались. Вот и друг на друге так поможем. Тебе это хочется попробовать? Ну, на мне или я на тебе, на Наташи. Я на вас, наверное, ничего не покажу. Давай. Получилось-то. А что получилось-то? Получилось? Я не достаю. Тогда я вот это делаю здесь. На себя. На себя. На себя, не от себя. На себя и вниз. На себя. На себя. Да, вот так. Вот. О. Ага. Знаешь, чего не хватает? Что? О. Подальше. Да. Вот так на себя делала, да? Вот так. Да, правильно. Вот. Молодец, умничка. А ну, как мне так. Просто попробуй. Давай за шею. Голову опускаю. Голова висит у тебя. Голова висит, а я. Все. Все, стою. Я не знаю, по-моему трубке куда-то сижу. Когда сидишь. Не на тренировном, да? У вас руки поедут. Я не могу тянут. Не могу долго держать руки вверх. Сразу встают и сразу это самое. Тренироваться надо. Тренироваться надо. Для этого массажисты тренируют специальные упражнения. Тренироваться надо. Ножелание, подтягивание. О, еще это не на разность. У меня с умом свободы. Извините. Именно поэтому, да, у меня там есть видео курс. Тренировка для массажистов. Даже такой есть курс. Фитнес. Как накачаться массажисту. Потому что массажист должен быть всегда в норме. Особенно, как ты говоришь, сколько там человек? Двенадцать, надо бывает, да? Пятнадцать. Да. Когда целый день человек работает, он должен быть сам, прежде всего, в норме. Ты там не качаешься. Я вообще до этого никакой легкой атлетики не имела от телосложения. А с тех пор, как работаю массажисткой, у меня все, как говорят, трехкой атлетикой занимаются. Фитнес ходишь, да? Фитнес ходишь. У меня прям четыре кубика пресса появилось. Я вообще пресс не качаю. Четыре кубика пресса. Вот-вот. С тех пор, как я стала заниматься массажем, да? Да, я стала заниматься массажем. То есть это, видите, это польза большая для самих себя. Для нас массажистки. У меня, я бы не сказала, что было как... Нет, у меня было хорошее телосложение тела. Но с тех пор, как массажем, оно более стало спортивное. Вот. Вот. Это заметно, это прекрасно, да? Естественно, занимайтесь вот массажем, и у вас тоже... Вам не надо будет тратить деньги на фитнес. И попом, тонусом, прессом. И все. Еще деньги платят за это. Еще деньги платят за это, видите, сколько польза. Ну, вы. А пациент перед вами лежит, он же не знает, что вы там знаете, что вы занимаетесь, например. Не, ну, если ты физически действительно делаешь массаж, то, конечно, ты будешь и качаться. А когда у тебя может работать такая халтура какая-то, непонятно, что ты там считаешься только массажистом, а по сути не работаешь, то откуда будет у тебя, ну, ну, вот и можно. От халтуры не заработаешь, так что работайте профессионально. Так, давайте продолжим со столом. Вот сюда, в этом видим, в центре. Так, ложись, Наташа, сюда. Голова сюда? Нет, не скручивание пока. Голова штука висела. На живот? На спину. Голова штука висела. Вот смотрите, то же самое, что мы делали стоя и сидя, да, то же самое можно делать лежа. В данном случае голова висит, да, мы берем также мягко под затылок, да, и вот начинаем поворачивать. Если она уже расслаблена, она уже сама. Кроме того, под собственной тяжестью мышцы и так уже растягиваются. Может добавить немножко растяжения, да, еще. Мягко повернуть. Помните, мы делали, ну, смотрите, тут лучше всего, чтобы голова немножко еще запрокинулась. И таким же образом находим эту точку, где соединяется у нас позвонок Атлант с черепом, да, и делаем вот это движение. Вот. Слышно было, да? За мной не бойся. И в эту сторону. Вот лежи, лежи. Мне вообще сдвигайтесь туда. Теперь. Подготовка к этому движению у нас было растяжение шеи, да. Там мы тянули, когда сидели, да, снизу вверх, а тут тянем на себя. Вот. Соответственно, от центра масс, целый, да, отсягиваем шею максимально на себя. Покачали, расслабили. И так. Несколько операций. Покачали, расслабили. Поворачиваем мягкую голову в сторону. И делая упор за череп, ладонью в щеку упираем сюда. Скручиваем ее сюда. При этом плечо в противоположную сторону. Сейчас, смотри, у нас скрутка идет вот так вот в этой плоскости. Да? Теперь меняем щеку плоскость. Держим здесь, да, но упираемся теперь в скулу. Косточку самую большую. А плечо давим вот туда, по тяганали. Смотри внимательно. Вот так вот, видите, мягко. Тут у нас уже движение идет вот в этой плоскости, да?